Приветствую вас, родненькие сердца, привет, мои хорошие. В этом видео мы с вами поговорим про убеждения, это так называемые установки, это то, во что мы верим, причем бывает осознанно, то есть мы осознаем, что это наша установка, так и неосознанно, то есть мы делаем что-то, исходя из нашего убеждения, и даже не понимаем, почему мы это делаем, а вот это уже очень страшно, потому что это приводит к печальным последствиям, и печаль здесь заключается в том, что человек, который не осознает, он будет делать снова и снова и снова и снова и снова, и жизнь его будет все время бить ключом, так сказать, да, только гаечным и по голове. Итак, меня зовут Михаил Киль, я психолог и наставник курса наставничества «Путь к себе». Сегодня мы с вами поговорим про убеждения, откуда они берутся и как их можно раскопать. На самом деле техники практик очень много, но я думаю, что вот сегодня, ну, какая-то часть тех самых ваших убеждений, она всплывет на поверхность, и вы сможете уже с ними повзаимодействовать, поработать. Главное, что вы это будете осознавать, а это очень важно, потому что когда мы что-то наблюдаем, да, мы уже можем с этим работать. Когда мы что-то вытаскиваем на свет, размышляем над этим, с этим можно уже работать. По традиции, которую я перенял от моего одного из духовных наставников, практика благодарности, благодарю Творца Всевышнего, что позволяет мне делиться информацией с вами во благо вашего роста, благодарю всех сопричастных к тому, что я сейчас снимаю это видео, благодарю всех ангелов, от ангелов, родников, помощников, наставников, учителей и всех посланников, благодарю все-все-все уроки и открытия, которые встречались мне на пути. И, конечно же, мои хорошие, я благодарю вас, родники и сердца, я благодарю тебя, мой зритель, и то, что ты сейчас во благо своего роста смотришь это видео. Смотри, есть разные уровни убеждений, и важно их осознавать и отслеживать. Самый основной уровень, он называется базовый. Базовый уровень – это убеждения, которые в совокупности своей складываются из того, что заложили в первую очередь, конечно же, наши родители. То есть все, что закладывалось до пубертатного периода. Пубертатный период – это 13-15 лет, вот где-то так, 13-14-15 лет. Примерно до этого возраста у человека психика, она гибкая. На самом деле психика гибкая у каждого человека, и все можно поменять. Но именно в этом возрасте, вот до этого возраста, она похожа, знаете, как на глину. Глину мягкую, которую может, так сказать, скульптор, который взаимодействует с этой глиной. И под глиной я здесь подразумеваю ваше подсознание, в котором отпечатывается абсолютно весь опыт, с которым мы соприкасаемся. Абсолютно весь опыт. С начала рождения до конца смерти. Все, что вы видите, все, что вы слышите, все, что вы нюхаете, пробуете, говорите, с чем соприкасаетесь, смотрите, читаете, с кем общаетесь. Все, 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 все вот сюда записывается. Такой огромнейший большой винчестер, ваше подсознание, которое через тонкое тело, вот оно, грубое тело, это физическая оболочка, тонкое тело – это наш ментальный аппарат. И вот эта глина, это, по сути, вот это вот подсознание ребенка, которое очень-очень-очень такое податливое, и в нем, ну, можно оставить глубокие такие отпечатки. Поэтому, конечно, первые вот эти вот убеждения, которые мы получаем от первых двух наших авторитетов, от наших родителей, ну, или кто нам их заменил, это вот то, с чем важно повзаимодействовать и поработать. Это базовое убеждение. Потому что родители, они тоже там что-то переняли от своих родителей. И это передалось по цепочке, и они воспитали вас так, как умели. И я иногда, порой, до сих пор откапываю какие-то себе вот такие вот, такого рода убеждения, которые я могу не осознавать, ну, нет-нет, да что-нибудь такое ляпнул и думаю, откуда вообще-то у меня фраза. Я прям задумываться начинаю. То есть я включаю осознанность, и он понимает, что, как говорил, мой отец или моя мама, вот эти всем стандартные денег нет, нежели богато, нечей начинать, не в деньгах счастья, ну и так далее. Вот эта база, это убеждения, которые хранятся у нас, как правило, в наших лобных долях мозга. Это то, что вот передалось с родителями. Здесь и не только родители. Это, в принципе, семья, да, с которой вы взаимодействуете. Потому что для ребенка родители, они, ну, по сути, заменяют роль Бога, по крайней мере, там первые пять лет. И там очень важно бережно относиться вот к этому созданию в виде ребенка, потому что вот в эту глину вы можете такого налепить, чем потом человек будет работать всю жизнь. Как вытаскивать эти убеждения, я вам расскажу. Но вы, в принципе, уже можете отследить, какие фразочки чаще всего говорят ваши родители. На их образ жизни посмотрите. Вот, кстати, это не только касается родителей, а в целом, когда вам человек дает какой-то совет, рекомендацию, посмотрите, как живет этот человек, следует ли он этой рекомендации. Потому что очень можно хорошо отследить убеждения человека по его образу жизни. Теперь, смотрите, это был первый уровень, так скажем, раскопок, да, первый уровень. Второй уровень, он называется генетическим. Второй уровень, он называется генетическим. Это то, что вам передалось по роду. Причем это может укорениться очень глубоко в генах, потому что, ну, убеждения этого уровня, они к нам приходят от предков. Причем могут там несколько поколений, да, идти. И порой бывает так, что они прям укореняются на уровне генов. Например, да, вот свой пример приведу. У меня по линии моих родителей была целая семья, большая, зажиточная семья, которые заработали своим трудом. Но пришла советская власть, раскулачила, это было очень давно. Раскатала там всю деревню просто с землей, кого-то расстреляли, кого-то пересадили. Естественно, у потомков что заложилось? Деньги равно смерть, да. Надо от них избавляться. И это реально работало вот долгие годы, из поколения в поколение нам передавалось, потому что накопительством мы не занимались после того времени. А все книжки о финансовом успехе, абсолютно все богатые люди говорят, начните копить, начните откладывать. Понимаете? То есть закладывается убеждение, что деньги это смерть. А как еще бывает, порой люди избавляются. И, конечно, от них нужно избавиться. Это же смерть, это как улика. У многих очень детей, первый опыт, к сожалению, с деньгами у многих, я не говорю у всех, у многих, он достаточно печальный, да. Бывает, порой там где-то держат в семье деньги в квартире, и родители могут просто, ну родители, ну просто оставить какие-то купюры или еще что-то, да, и ребенок может их себе присвоить. Или, чего хуже, может даже и украсть. И, естественно, тут важно с ребенком поговорить правильно, грамотно. Вообще, нужно финансовой грамотности учить с детства, почему у нас, к сожалению, большая, конечно, проблемка. Я в этом плане очень рекомендую прочитать и дать детям самим прочитать книгу Бода Шефера «Пес по имени внимания». Вот такая книга. У меня очень много экземпляров, ее уводили, в основном взрослые, назад не возвращали. Ну, значит, так надо было, во благо их роста. Потому что, что порой родители делают? Орут, кричат, бить начинают, да, возмущаются. Вместо того, чтобы ребенку не наказывать руками и ором, чего делать категорично нельзя, а наказывать, наказывать от слова «что», да, в русском языке уже все смыслы кроются. Наказывать, значит, наказание давать, наказы, да, указывать, как делать, как не делать. И, конечно, тут грамотно нужно сесть, прояснить, выяснить этот момент. Многие вот начинают орать, бить, что в итоге у ребенка. Деньги – это улика, надо избавляться. Все, у него на уровне убеждения с детства откладывается такая установка, которая потом укореняется действиями и превращается в привычку, потому что вначале, да, вот, получается какой-то отпечаток в подсознании, в нашем подсознании. Исходя из этого отпечатка, в этот отпечаток вложен какой-то негативный опыт, какая-то негативная эмоция, какая-то боль. И потом этот отпечаток начинает еще такое действие усиливаться, потому что в следующий раз мы поступим еще раз так, еще раз так, и вот мы этот отпечаток все больше и больше и больше укрепим. А после пубертатного периода, вот эта глина, которую еще можно что-то с ней делать, она потом обжигается и превращается в твердую субстанцию. И чтобы там отпечаток поставить, ну, порой нужно очень долго пилить, да, или выдалбливать даже. Поэтому вот этот базовый уровень – один из основных. И вот по роду к нам вот такое пришло убеждение. Это тоже можно откапывать, есть разные техники, есть установки, которые там достаточно популярны сейчас. Очень много людей, специалистов, кто в целом работает по роду и копает там, да, там какие-то убеждения о установке. На самом деле все это откопать можно намного легче, я потом вам расскажу как. Следующий уровень убеждений – он исторический. исторический – это то, что к нам пришло от, так сказать, ну, от каких-то прошлых воплощений. От каких-то прошлых воплощений в наших там прошлых жизнях. По сути, это… То есть убеждения этого уровня, они к нам приходят из прошлых воплощений в нашем тонком теле и как следствие кармы. То есть на уровне души это к нам пришло с нашей кармой. В нашем тонком теле. Допустим, да, человек в прошлой жизни мог… могло достаться тело такое, знаете, ну, красивое, сильное, да, и, ну, человек начинает им пользоваться неблагостно. Начинает жрать, что попало, начинает. И, конечно, человек, получив вот такое красивое, там, сильное тело, все еще вокруг могут удивляться, да, как ты вот такой достался. А он при этом начинает к нему плохо относиться, есть, что попало, там, ну, в общем, всячески к этому телу принадлежительно относиться. Это чревоугодие, в общем, заниматься, да, в том числе. И как… По карме ему можно в следующей жизни сказать, на тебе вот тело полстого человека, иди отрабатывай, чтобы на уровне тонкого тела у тебя прям отпечаталось, что надо относиться к телу уважительно. Тебе тело это дал Всевышний на прокат, да, на эту жизнь. Так уж, пожалуйста, относись к нему с уважением, потому что, если ты даже к телу не можешь относиться с уважением, то как ты можешь дальше-то это проявлять, если ты даже с телом не можешь разобраться. Кстати, вся вот эта вот психосоматика, все болезни, имеющие эмоциональный изначально корень, это тоже причина определенных убеждений и установок. Барикозное расширение вен, геморрой и так далее, и так далее. Почти любая болезнь, любая болячка на теле – это следствие какого-то убеждения, каких-то негативных эмоций изначально. Поэтому тут, конечно, вам в помощь такие специалисты, как регрессологи, да, то есть люди, которые работают там с вашими прошлыми воплощениями. Но опять же, что толку узнавать, кем ты был в прошлой жизни? Ну что это тебе даст, кроме как потешить свое эго? Ну был ты там королем. Ой, и что это дает-то? Или там еще кем-то? Вообще не важно, кем ты был. По сути, вот все, что с тобой сейчас происходит, вот в этот самый момент, когда ты смотришь это видео, вот весь результат твой жизненный – это уже все, это уже есть последствия кармы, всех твоих убеждений, неважно на каком они уровне. И вот от этого момента и нужно дальше уже что-то делать, дабы жизнь стала лучше, да. Даже если у тебя все сейчас прекрасно, можно всегда сделать лучше. Вот работа с убеждениями – это всегда такая, знаете, это всегда такая работа, ну вот как в квартире. Вы один раз пропылесосили, ну естественно, через несколько там недель, ну как минимум через несколько недель, да, еще даже раньше нужно снова пылесосить, иначе пыль везде будет валяться. Так и с убеждениями у нас мы порой нахватаем чего-то от нашего окружения, из наших книг, и вот это следующий пласт, откуда мы эти убеждения, установки берем. Это то, с чем мы соприкасаемся, то есть вся информация вокруг нас. Это первый вид окружения. Я это тоже называю окружением, потому что все, что мы читаем, все, что мы слушаем, все, что мы смотрим, все, что мы едим, это закладывает в нас определенные установки и убеждения. Мы среднеарифметическое того, что мы поглощаем, понимаете? Мы то, что мы едим. Задумайся об этом, потому что на это ты можешь повлиять уже с сегодняшнего дня. Даже не работая с убеждениями, ты можешь себя вытащить на next level, да, на следующий уровень, просто начав смотреть, наблюдать осознанно, а с чем ты вообще соприкасаешься. А это благостная информация, или она тебя разрушает, а она дает тебе энергию, или забирает, а она тебя развивает, или уничтожает. Многие этого даже не понимают. Есть три вида энергии, с которыми мы соприкасаемся, и все, с чем мы соприкасаемся, имеет эти энергии. Это гуна невежества, тамас, это гуна страсти, раджас, и это гуна благости, сатва. И исходя из того, какие у нас отпечатки прошлого были вот здесь, у нас ум находится во всех трех энергиях, но какая-то из них в большей части преобладает в этот момент времени. Естественно, если я пью алкоголь, ругаюсь матом, общаюсь с окружением, которое там плюс-минус тем же самым занимается, естественно, у меня и отпечатки будут всплывать такого же качества, связанные с алкоголем, с матом, с какими-то преступлениями, или еще чем-то таким вот негативным отрицателем. Поэтому здесь, вот на это инфополе, которое тебя окружает, ты можешь вдруг из сегодняшнего дня повлиять, и защитить себя от негатива, и начать формировать свое инфополе сегодняшнего дня. Ну и, конечно, окружение в виде тех людей, вот это то, что может тебе прямо вот дать очень мощный рывок вперед, потому что только за счет этого, поместив себя в среду, которая на несколько уровней выше тебя, в развитии, не важно каких качеств, не важно каких сфер, в бизнесе, в духовном росте, может дать тебе такой невероятный ускоритель твоего роста, общаясь с духовными людьми, общаясь с теми, кто нас восхищает, вдохновляет, мы автоматически перенимаем их качества, а значит, хотим быть похожими на них, хотим быть вот это вот, хотим вот это, то есть мы восхищаемся, восторгаемся, а то, чем мы восторгаемся, мы потом тем и становимся. То, что мы осуждаем, мы тоже тем становимся, помни об этом. Вот на это ты тоже, мой друг, можешь поменять, потому что поместив себя в среду, где люди с другим уровнем мышления, они твои убеждения вот так вот, как семечки могут отчелкнуть, поэтому найди таких людей, уж не знаю, каким образом, но найди способ, да, с такими соприкасаться, как можно чаще, общаться с такими, находиться в их окружении, изучать их информацию, их биографию. Идеально, если такой человек будет в твоем, вот, непосредственном внимании, да, где ты будешь с ним общаться. Вопрос, чем ты его заинтересуешь, это другой вопрос. Но найди хотя бы тех людей в интернете, за кем ты уже можешь наблюдать и уже можешь, так сказать, наполняться от них. Теперь, давайте я вам расскажу, как вообще откопать себе какие-то установки, убеждения и так далее. Они могут быть в отношении вас лично, да, то есть, я там такой-то, такой-то, я не уверен, я такой-то. Это тоже установки, да, ой, да у меня не получится. Это тоже установка. Ой, да вот у тебя-то вот это вот есть, вот это есть, поэтому у тебя получилось. Это установки, все это установки, друзья мои. Вот. Установки, убеждения могут быть относительно, например, материального мира, денег, успеха, все, что вот с этим связано, с материальным миром. Ну, в частности, про деньги, про достаток. Убеждения могут быть относительно каких-то других людей, и я это называю убеждения про мир. Ну, то есть, все, что тебя окружает, это является миром. Вот у них получилось, а у меня не получится. Вот эти такие, а я вот такой. Вот эти такие, а я такой, да. Ой, да, все уже попилено, поделено и так далее, и так далее. То есть, это все убеждения. Я вам сейчас дам очень крутую технику-практику, одну из многих, но она очень эффективная, как их вытащить. Найдите время, где вы будете вот такой же тишине, как я сейчас, где вас никто не будет отвлекать. И возьмите лист бумаги или блокнот, ручку. Ваша задача представить, что напротив вас сидит такой, знаете, суд присяжных. И может быть, несколько человек, может быть, много человек. Представьте, что перед вами вот прям сидят авторитетные для вас люди. Прям авторитеты, которыми, перед которыми у вас прямо вот выправляется позвоночник и встать хочется. то есть, какие-то авторитетные для вас личности. Их может быть двое, трое, их может быть больше. Вот они перед вами. И представьте три своих основных жизненных цели. Можете поработать с каждой из них по отдельности. Представьте самую главную вот на сегодняшний момент. Она может быть как материальной, может быть нематериальной. Без разницы. Например, хочу гармоничных, любящих там искренних отношений с женщиной, да, или там хочу жить на Бали, или вот у меня там желание там квартира трехкомнатная, тра-та-та-та-та-та, такая-та-та-та-та. Хочу создать бизнес. В общем, хочу, чтобы были доверительные отношения там с дочкой. Придумайте. У вас они должны быть для работы. Если вы выписываете три, ну, возьмите для начала одну. Классно будет, если будет какая-то из них материальная, какая-то нематериальная из этих трех. Потому что они всковырнут разного рода из разного пласта убеждений. Дальше вы садитесь и начинайте представлять, что они вам говорят, вот эти присяжные. Так, Михаил, ну-ка скажи-ка, а почему ты еще не на Бали живешь? Это твоя же цель, почему ты еще не там? И вы как адвокат самого себя начинаете прям доказывать. Ваша задача прям доказать, почему вы не там. Начинайте выписывать все, что приходит в голову. Здесь главное безоценочно это делать. Безоценочно это значит, что бы вам не приходило, это поток. Выписывайте. Не там хорошо, плохо, почему это пришло. Безоценочно. Ваша задача открыть, как бы, вот это вот свое подсознание и дать вылиться ему на бумагу. И доказывайте, пока что-то пишется. Можно минут 20-25 на это выделить, можно даже и полчаса. Прямо вывалите все. Так можно сделать по каждой из целей. Я вам предлагаю взять две цели. Одну материальную, одну нематериальную. И по отдельности по каждой из поработать. Что делать дальше? У вас получается список, список тех блоков, которые мешают на самом деле вам. И вот часть этого списка, который вы пишете, может быть часть. Вполне себе неплохим планом по достижению этой цели. Прямо вы можете из этого составить план. Вот что самое удивительное. При этом преодолевая определенные какие-то барьеры и страхи. Потому что там как раз будут где-то ваши убеждения. Вторая часть, это как раз таки то, чем вам предстоит будет поработать. А вот как с этим поработать, это уже я расскажу в следующих видео. Потому что здесь, в рамках этого видео, ну всего точно не выдашь, не расскажешь. Это очень полноценные такие психологические упражнения по выгрузке этих убеждений. Но как минимум вы их уже будете наблюдать в виде списка. Они у вас будут. А значит у вас будет фокус внимания. И в следующий раз, когда вы захотите вдруг сказать это убеждение, и вы вдруг осознанно о нем вспомнили. О, а я ж тогда делал вот это задание. Оно ж у меня всплыло. Вот оно. Ваша задача, его, если бы его отловили на момент мыслей, трансформировать в позитивное утверждение и начать отслеживать. И начать действовать по-другому. Здесь основа всей практически работы с убеждениями заключается в том, что вам нужно создать новые отпечатки в подсознании. А это можно сделать только исходя из новых действий. Это довольно серьезная работа. Но у меня целью было сегодняшнего видео дать вам понять, с чем предстоит работать. Потому что, когда мы знаем причину, это уже 50% успеха. Потому что, зная причину, мы уже ищем ответы. Вот такое видео, друзья мои. Я надеюсь, что это было вам очень полезно. Я надеюсь, что я сегодня с вами поделился определенными такими знаниями. Сразу скажу, абсолютно все убеждения можно вычистить, убрать, нивелировать и жить полноценной, насыщенной жизнью, в полной свободе и в доверии к этому миру, в изобилии и достатке. И я желаю, друзья мои, абсолютно каждому этого состояния достичь. Да, это определенная работа над собой. Но эту работу, я думаю, достоин пройти каждый, чтобы жить счастливой, гармоничной жизнью. Если ты хочешь с этим поработать, если ты действительно готов убрать все блоки, все убеждения, все отрицательные жизненные сценарии, поработать вот этот негатив прошлого с родителями, с какими-то, может быть, учителями, с воспитателем. Да, ну все, что вот закладывало тебе на базовом уровне. Если ты хочешь поработать убеждения, связанные с генетическим уровнем, породу, которые пришли, откопать их. Если ты понимаешь, что что-то стопорит тебя, и ты этого не осознаешь, или осознаешь, но не знаешь, как это убрать, друг мой, я тебя приглашаю в онлайн-наставничество, путь к себе. Там ты это уберешь. Все, все, о чем мы сегодня говорили, ты там уберешь, вот так вот выкинешь мусорку, и больше к этому никогда возвращаться не будешь. И это лишь один процент всей программы, может быть, полтора. Поэтому жду тебя, мой друг. Если есть о чем рассказать, если есть чем поделиться, если есть за что поблагодарить, пиши в комментариях. Если ты хочешь, чтобы я осветил какой-то связанный с твоей жизненной ситуацией вопрос, да, и ответил на него, пиши. Я очень буду рад записать следующее видео, да, на основе твоих определенных вопросов. Я открыт во всех соцсетях. Пиши, мой друг. Во благо твоего роста, обнял-приподнял. С вами был Михаил Кирилл. С вами был Михаил Кирилл.